Достигшая за прошедший год крайне впечатляющих результатов в роботостроении, принадлежащая Google-компания Boston Dynamics решила поздравить всех с праздниками с помощью вот такого ролика, где внучка Санта-Клауса едет на санях, запряженных оленями-роботами. Хотя формально это не олени, а собачки. Это те же продемонстрированные еще прошлой зимой псы-киборги по кличке Spot, ставшие прорывом благодаря невероятному умению бегать по разным поверхностям, в том числе забираться по ступенькам, возможности удерживать равновесие при внешних воздействиях и наличию продвинутой технологии ориентации в пространстве. Вообще их планируют использовать в первую очередь для спасательных и поисковых работ, но, похоже, они могут быть и довольно неплохим транспортным средством. Совершать видеозвонки скоро можно будет не только по Скайпу и Вайберу. Аналогичная возможность должна появиться и в мобильном мессенджере WhatsApp, который Facebook выкупила в прошлом году за 16 миллиардов долларов. Сейчас эта возможность тестируется в закрытом режиме в последней бета-версии под номером 2.12.16.2. Судя по опубликованному одним из тестеров скриншоту, интерфейс видеозвонка будет мало отличаться от аналогов. На снимках можно видеть входящий вызов с возможностью отказаться или ответить, а также разговор, во время которого можно на время отключить звук или сменить камеру с основной на фронтальную и наоборот. Нововведение может заставить операторов сотовой связи сильно напрячься, поскольку WhatsApp банально дешевле. Стоимость подписки равна всего одному доллару в год, а первые 12 месяцев пользования так вообще бесплатны. И за этот доллар теперь можно будет сколько угодно общаться по IP-технологии не только голосом, но и в виде своего собеседника. Предположительно, на андроидах ОБТ стартует к весне, а релизная версия будет доступна также обладателям устройств, работающих на Windows Phone и iOS. Появилась информация о переносе выхода сразу пяти игр. Во-первых, как вы уже наверняка догадывались, в Torment Tides of Numenera мы в декабре не поиграем. Студия InXile планировала, что выпустит бета-версию наследника Planescape Torment к концу этого года, но всё-таки декабрь она выбрала опрометчиво, просто тыкнула пальцем в небо. На самом деле, ей ещё предстоит много работы. Бета-тестирование начнётся примерно в начале 2016-го. Точный месяц авторам назвать пока затруднительно. Вторая игра — карточная в Elder Scrolls Legends для компьютеров и мобильников. В принципе, разработка завершена, но Bethesda ещё хочет немного посидеть над ней и довести до более качественного уровня. Насколько это затянется — непонятно. Также в последнюю неделю 2015-го не выйдет Беллоу, как планировалось. Эта игра про крошечного воина, путешествующего по тёмным пещерам «Таинственного острова» делается для Xbox One и PC, но ей до финала явно ещё далеко. Очередная задержка коснулась Uncharted 4 A Thief's End. Вместо 18 марта теперь в календаре Sony значится 27 апреля. Авторы написали, что приносят глубочайшие извинения перед фанатами — они делают всё мыслимое и немыслимое, чтобы завершить разработку в срок, но постоянно обнаруживают новые дыры, от которых надо избавляться. И, наконец, с декабря 2015-го на весну 2016-го отправилось расширенное издание платформера Ori and the Blind Forest. Причины — авторы по-партизански умалчивают. Wargaming решила перед праздниками подвести итоги года и провела в Москве мероприятие, где прежде всего презентовала в World of Tanks новенькую линейку железных монстров чешского производства, включая Skoda T-24, конструкта T-34-100 и элитный средний танк 10-го уровня TVP T-15-51. А также объявила, что количество зарегистрированных игроков в World of Warships достигло 2 миллионов. После чего Кирилл Стадник из Wargaming пообещал, что в 2016-м компания продолжит проводить ивенты, подобные тому, что прошёл в честь Дня Победы в Олимпийском — его тогда посетило почти 15 тысяч человек. Причём в 2016-м они будут больше рассчитаны на посещение семьями, будет интересно не только самим танкистам, но и их ближайшим родственникам. Также Кирилл уточнил, что Wargaming продолжит развивать киберспортивное направление. Сейчас команда думает над тем, как облегчить вхождение в профессиональный киберспорт обычных игроков. И активно развиваются новые программы, в том числе VG Cells, посвящённые мобильным разработкам, и VG Labs — программа сотрудничества с независимыми студиями. Именно в рамках VG Labs в 2016-м будет выпущена четвёртая игра во вселенной Master of Orion, но о ней мы в ближайшие дни поговорим подробнее в отдельном видео. Джонни Депп назван журналом Forbes самым переоценённым актёром 2015-го года. Согласно исследованию, каждый вложенный в актёра доллар приносит инвесторам лишь 20 центов дохода. Это худший показатель в Голливуде. Дело в том, что буквально все фильмы с Деппом в прокате проваливаются, если только они не связаны с серией «Пираты Карибского моря». Для сравнения, второе место в этом рейтинге занимает Дензел Вашингтон, и у него показатели гораздо лучше. Каждый вложенный в себя доллар он умножает на шесть. Почти такой же результат у Уилла Феррелла. Также самыми невыгодными названы Лиэм Ниссон, Уилл Смит и Кристиан Бэйл. А что касается, наоборот, самых прибыльных актёров, то в этом списке эксперты Forbes отдали первое место Крису Эвансу, больше всего известному по роли Капитана Америки в фильмах студии Марвел. Каждый потраченный на него доллар возвращается помноженный на 181. Это крайне впечатляющий результат. У следующей за Эвансом Миллы Кунис показатели в два раза скромнее. Но это связано с катастрофическим провалом нового творения Энди Иланы Вачёвски, у которых после Матрицы в творческой мастерской что-то сломалось. Фильма «Восхождение Юпитер». Третье место заняла Скарлетт Йоханссон. Фильмы «Люси» и «Мстители 2. Эра Альтрона» с ней оказались очень успешными. За ней располагаются Гвинет Пелтроу, Эмма Стоун, Крис Хемсворд, ну и Вин Дизель. Всё-таки «Форсаж 7» стал одной из самых кассовых лент в истории. 25 декабря 1801 года британский механик-конструктор Ричард Тривиттик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Впрочем, это был не просто первый паровой автомобиль, а вообще первая в истории самодвижущееся транспортное средство. Сердцем конструкции была причудливая паровая машина, работающая по принципу медицинской банки. Медный цилиндр наполняли паром, после чего впрыскивали воду и возникавший вакуум втягивал поршень. Несмотря на архаичность конструкции, повозка развивала приличную скорость. Об этом свидетельствует конец первого в истории заезда, когда водитель даже не справился с управлением и смачно врезался в стену. В тех первых моделях, представленных тривитиком, были огромные задние колеса, примерно в два раза превышающие человеческий рост. Но это никого не удивляло. Большие колеса применялись для того, чтобы уменьшить сопротивление качению и нагрузку на дороги, которые имели отнюдь не идеальное покрытие, как сейчас. К тому же, если карета увязнет в грязи, ее можно было легко вытолкать, приподнимая за спицы. К середине девятнадцатого века порывички можно было встретить по всей Европе. Однако это только на бумаге кажется, что они были отличным средством передвижения. У них было ровно две проблемы. Во-первых, они тарахтели так, что аж уши закладывало. Но люди-то привыкали, а вот лошади, от приближающегося к ним такого грохочущего и агрессивно извергающего пары чудища, буквально сходили с ума и становились совершенно неуправляемыми. А во-вторых, порывики много весили из-за тяжеленного котла. Были даже случаи, когда под ними проваливались мостовые. Из-за этого в 1865-м был принят так называемый закон о красном флаге, и всех водителей обязали, чтобы во время поездки перед каждым автомобилем на расстоянии минимум 55 метров шел человек, который предупреждал всех прохожих о том, что едет паровик, и от него стоит держаться подальше.